Добрый день, уважаемые студенты. Мы с вами начинаем курс, который зовется функциональное программирование. Я буду глядеть не в камеру, а на экран, потому что здесь у меня слайды, но я был бы чрезвычайно рад видеть вас индивидуально всех и всех вместе в этой аудитории, но, к сожалению, пока такое не получается, и пока мы будем вести занятия онлайн. Давайте, поскольку у нас время уже поджимает, мы всякие вводные организационные слова оставим на потом. Начнем, сразу перейдем к нашему лекционному курсу. Итак, что такое функциональное программирование, что такое та модель вычислений, которая отличает функциональное программирование от императивного? Это то, с чего мы начнем. Это наша первая тема. После этого мы займемся немножко странными вещами. Мы займемся почти чистой математикой. Мы изучим некоторые математический формализм, который является основой функциональных языков, и посвятим этому несколько лекций. Ну, две с половиной лекций. А вот после этого мы уже перейдем к конкретному функциональному языку, который у нас называется Хаскель, и будем на этом языке учиться программировать и изучать его. Вот. Но для начала, для введения мы все-таки обсудим, что же такое функциональное программирование, что же такое функциональная модель вычислений. И мы для начала, для того, чтобы иметь нечто, от чего мы отталкиваемся, мы поговорим про другую модель, про так называемую императивную модель вычислений. Императивная модель устроена следующим образом. Это та модель, кстати, с которой вы, безусловно, знакомы все. У нас процесс вычисления описывается через так называемые инструкции. То есть ваша программа, когда вы пишете код. Это просто некоторая последовательность инструкций, и каждая инструкция подразумевается, что она адресована некоторому вычислителю и изменяет состояние этого вычислителя. Что делает императивный вычислитель с вашими инструкциями? Ну, во-первых, он их либо понимает, либо не понимает. Если он понимает инструкцию, то он инструкции выполняет последовательно. То есть ваша программа это последовательность обращений к вычислителю, и вычислитель их в той же последовательности, в которой вы их записали, он их исполняет. Собственно, основная цель инструкции – это изменить состояние вычислителя. И одним из основных инструкций является инструкция присваивания. То есть у нас есть концепция изменяемых переменных, и инструкция присваивания просто говорит, что вот у нас есть именованная переменная v, и мы присваиваем ей некоторое значение. Ну, хотя у нас последовательность имеется, тем не менее она не всегда полностью линейная. Есть механизмы условного исполнения, механизмы циклов, if, switch, for. И, наконец, что такое завершение вычисления, завершение работы некоторой программы? Когда мы достигаем последней инструкции в списках, мы считаем, что программа завершилась. Обычно последняя инструкция – это инструкция return, которая нам описывает, что наша программа должна вернуть пользователю, ну, или вызывающую программу. Такая модель вычисления иногда теоретиками называется sequential model of computation, последовательная модель вычислений. Ну и вот простой пример, который снизу написан, и про который мы еще позже поговорим. Это некоторая инструкция. Подразумевается, что у нас имеется переменная x, некоторая целочисленная, и что она под нее уже распределена память, и ей присвоено какое-то значение. Ну, и эта инструкция считывает значение этой переменной x, умножает на 2, прибавляет тройку, получает некоторое значение, которое записывает в ту же самую ячейку памяти, к которой мы адресуемся, как x. Вот, собственно, чего происходит. И дальше управление переходит к следующей инструкции. Теперь, что же такое функциональное программирование, чем оно отличается? Отличается оно радикально, потому что функциональная модель вычислений устроена вовсе не так. Все, что я рассказал, кажется вам вообще естественным для любого программирования, но в функциональном программировании все устроено по-другому. Каким образом? Функциональная программа представляет собой выражение, а выполнение программы это вычисление или редукция этого выражения. Функциональный вычислитель ни с какими инструкциями не работает. Он берет все выражение целиком, анализирует его, находит в этом выражении некоторые подворожения, для которых есть вычислительные правила, то есть которые он умеет вычислять непосредственно. Эти подворожения называются редексами и выполняет эти вычисления, как говорят, сокращает редексы. После этого мы получаем новое выражение, а дальше мы опять берем это выражение, находим в нем редексы, сокращаем редексы и наконец вычисление завершается, когда редексов не остается. В отличие от императивного вычислителя, который завершает вычисление, когда кончаются инструкции, и это в общем такой процесс, который может быть явно представлен, ну таким довольно простым образом. Считали, считали, дошли до конца. То есть здесь, в общем, завершение вычисления, оно не настолько явным образом у нас организовано, но мы с этим сейчас столкнемся, когда будем обсуждать всякие разные вычисления. Ну вот пример вычислителя. Пускай он умеет, вычислитель у нас умеет складывать и умножать, то есть у нас есть два правила. Правило умножить, правило сложения. И вот есть выражение 2 умножить на 7 плюс 3, которое вы видите перед собой. Как это выражение вычисляется? Ну, во-первых, мы должны найти здесь редексы. Хотя это выражение очень простое, и кажется, что редекса здесь два. На самом деле здесь редекс только один. Потому что вычислитель умеет складывать и умножать числа, а не выражение. Поэтому плюс здесь не образует редекса. А вот умножение образует редекс, потому что у него слева и справа от умножения стоят числа. Поэтому единственное вычислительное правило, которое здесь может быть применено, это вычислительное правило умножения. Вот там нарисована стрелочка со значком умножить. Это вычислительное правило выполняется, вычислитель умножает, получает число 14. И у нас образуется новый редекс. Плюс теперь становится редексом. Мы этот редекс опять сокращаем, получаем число 17. И, наконец, мы приходим к ситуации, когда у нас редексов больше нет. Значит, выражение, вычисление завершилось. Ну, это какой-то удивительно простой пример. Естественно, если мы хотим учиться программировать, то мы должны работать, ну, хочется с какими-то переменными работать. Давайте попробуем эти переменные ввести. Вот для того, чтобы вводить переменные, есть несколько техник. Но основная техника, она вроде бы как повторяет то, что у нас было в императивном программировании. Вот здесь написано некоторое выражение. Z присвоит значение 2 умножить на 7 плюс 3. Но это неправильно я сказал, потому что значок равенства, он задает не присваивание, он задает процедуру, которая зовется связывание. Имя Z связывается с тем выражением, которое стоит в правой части, и теперь всегда будет на него ссылаться. Это первое соображение. Второе соображение. Когда мы задали связывание, мы на самом деле задали новое вычислительное правило. Так же, как у нас и наш вычислитель, предыдущий, умел складывать и умножать, и это были редексы, если им были обеспечены нужные аргументы, то Z теперь тоже редекс. То есть мы задали вычислительное правило, как Z вычисляется. И вот вычисление некоторого выражения, которое снизу написано, оно как раз начинается с применения правила Z. То есть мы говорим, давайте вычислим выражение Z умножить на 4 плюс 1. Вычислитель ищет здесь редекс и находит Z, для которого есть вычислительное правило, сокращает этот редекс, ну в данном случае он просто выполняет подстановку, ну получает арифметическое выражение, которое уже дальше анализируется с помощью тех техник, которые мы обсудили. Теперь вернемся к примеру с первого слайда, который у нас был в императивном языке и который означал, что мы считаем что-то из ячейки памяти, связанной с иксом, и потом в эту ячейку пишем некоторый преобразованный результат. Вот функциональных языках такая конструкция тоже допустима. Ну я всегда, когда буду приводить примеры, я буду иметь в виду хаскель, потому что у нас есть конкретные синтекси с разных функциональных языков отличаются, скажем, в ML здесь нужно было бы добавить некоторую конструкцию let track, поэтому все, что написано на таком светло-зеленом фоне, это валидный код на хаскеле, а все, что написано на светло-синем фоне, это некоторые работа вычислителя, шаги работы вычислитель. Вот, так это выражение, которое написано на хаскеле, которое на хаскеле означает совершенно другое. Это по-прежнему вычислительное правило, которое по-прежнему работает в терминах подстановки, то есть вместо х мы подставляем выражение, которое стоит справа. А то, что оно содержит х справа, означает всего лишь, что это у нас рекурсивное определение. То есть это рекурсивное связывание. И вот процесс вычисления выражения х умножить на 5, который приведен внизу, действительно демонстрирует вам, что возникает некоторая рекурсивная операция. Редекс, единственный здесь присутствующий, это х. Мы его сокращаем, получаем некоторое выражение, которое опять содержит х. Ну, просто после подстановки х остается. Опять у нас выражение оказывается единственный редекс х. Единственное вычислительное правило, которое мы можем применить, это то вычислительное правило, которое здесь сверху написано. И мы уходим в бесконечную рекурсию, то есть наше вычисление зависает. Ну, в этом нет ничего дико страшного. В императивных языках мы тоже можем написать вычисления, которые зависают. Например, сделать цикл while true, и такой цикл будет работать бесконечно. Ну, вот здесь та же самая идея. То есть это, конечно, не очень хорошее выражение в вычислительном смысле, потому что нам в рекурсе, очевидно, нужны так называемые терминирующие условия. Вот, ну хорошо, ладно, мы научились вводить переменные, теперь нам хотелось бы учиться определять функции. Давайте мы займемся этим. Давайте посмотрим на выражение 2 умножить на у плюс 3. Это выражение не содержит редексов, если мы, конечно, не определили вычислительного правила для у. Это выражение содержит так называемую свободную переменную у, поскольку она нигде ничем не связана, то мы пока ничего про нее не знаем. Но, тем не менее, мы на это выражение можем смотреть как на математическую функцию. Каждому конкретному у она ставит соответствие, ну, некоторое другое значение, которое получается с помощью вычисления этого выражения после подстановки вместо у в это выражение вот того самого конкретного значения, которое нам потребуется. теперь как сделать из этого выражения функцию? Очень просто. Для этого используется лямбда абстракция, так называемая. Мы пишем backslash, y и стрелочку. Ну, в разных языках анонимные функции определяются по-разному. Здесь используется синтаксис языка Haskell. Ну, вот у меня сзади есть доска, я напишу, как это в математике. То есть в математике тоже лямбда исчисление имеется, и то же самое выражение выглядело бы вот так вот. Лямбда y точка 2y плюс 3. Вот такой математической нотации это выражение выглядело бы вот так вот. То есть backslash в Haskell это не что иное, как лямбда, греческая буква. Эта вот штука вся зовется абстрактором, ну, точнее говоря, вот эта вот штука зовется абстрактор. Мы как бы берем выражение, содержащее y и абстрагируемся от, абстрагируем его по переменной y. А эта штука называется телом. То есть вот у нас есть абстрактор, содержащий переменную, который является аргументом функции, и у нас есть тело нашей лямбда абстракции. Вот таким образом мы задаем функцию. Это некоторое выражение, но она работает как функцию. Теперь как нам эту функцию использовать? Очевидно, нам нужно ее применить к какому-то конкретному аргументу. Ну и вот синтекс применения очень простой. Мы просто слева пишем функцию, справа пишем аргументы и между ними ставим пробел. Больше ничего не надо использовать, аргументы ни в какие скобки не заключаются. Скобки используются всего лишь для группировки. Вот про лямбду обычно говорят, что она простирается вправо настолько, насколько это возможно. Поэтому для того, чтобы ограничить лямбду, используют круглые скобки вокруг лямбды, просто чтобы сказать, что вот это вот целая функция. Эта функция применяется к 7. Если мы хотим применить это, построить выражение, применение этой функции к некоторому вычислению, к некоторому значению 4 плюс 6, то мы 4 плюс 6 тоже заключаем в скобки, но это чисто группирующие скобки. Вот, кстати говоря, если бы мы хотели применить эту функцию, если бы мы написали вот так вот, 4 плюс 6, то это читалось бы по-другому. Это читалось бы как лямбда-абстракция, примененная к четверке, а потом к результату прибавляется шестерка. Считается, что применение функции к своему аргументу имеет наивысший приоритет по сравнению с любыми другими операциями. То есть, какие бы здесь операторы не использовались, у нас применение, приоритет применения выше всего. Ну, это верно, вот в таком вот математической нотации, но эта же договоренность используется и в Хаскеле. Мы вообще в Хаскеле и в математической нотации будем использовать одни и те же договоренности по поводу приоритета и ассоциативности разных операций. Хорошо, давайте мы теперь обсудим, а как же происходит вычисление. Вот у нас уже есть применение функции к аргументу, теперь нам хочется это применение функции к аргументу выполнить. А для этого нам нужно научить вычислитель, такие выражения вычислять, и вычислительное правило, которое заключается в подстановке в тело лямбда-абстракции фактического значения аргумента вместо формального, оно называется бета-редукцией. Вот у нас есть стрелочка, у которой приписано бета, и мы видим, что у нас функция, примененная к своему аргументу, с помощью бета-редукции превращается вот в тело этой функции, в которой формальный параметр заменен на фактически, в данном случае, на семерку. То есть вот так вот у нас устроены вычисления вот такой вот аппликации этой функции. Ну, после того, как мы научились получить, наш вычислитель научили работать по бета-правилу, мы теперь можем уже, используя то, что мы знали до этого, так называемое связывание, позволяем закодировать именованную функцию, а не анонимную. Вот перед нами мы просто говорим, давайте с этим выражением, которое представляет собой анонимную функцию, свяжем некоторое имя фу. И теперь применение фу к какому-то значению, ну, например, к семерке, с помощью вычислительного правила, которое мы только что задали здесь. Я напомню, любое связывание задает нам новое вычислительное правило. Фу, примененное к семерке, раскрывается с помощью подстановки в вот эту самую анонимную функцию, примененную к семерке. Дальше шаг бета-редукции выполняет сокращение, и мы получаем тот же самый результат, который у нас все время получается. Получаем число 17. Хорошо. Давайте мы обсудим еще один пример, который у нас уже встречался. Вот этот пример, кстати, а чем он отличается от всех остальных предыдущих примеров. Предыдущие примеры я подобрал специально таким образом, чтобы у нас всегда был один редекс. Это означает, что у нас никакой проблемы нет, нашли редексы, сокращаем. Но в этом примере и естественно, что в жизни у нас будет много редексов. Здесь есть два редекса. Один редекс связанный с сложением, 4 плюс 6 мы можем вычислить, и второй редекс связанный с лямбда-абстракцией, с применением лямбда-абстракции к аргументу. То есть мы можем либо сократить редекс с помощью бета-правила, либо сократить 4 плюс 6 с помощью плюс-правила. И здесь же у нас возникает некоторая идея, про которую мы будем позже подробно говорить. Если редексов несколько, то мы должны выбрать стратегию, с помощью которой мы будем сокращать наши редексы, с помощью которой мы будем вычислять. Стратегий может быть много, основных две. Это энергичная стратегия и ленивая стратегия. Этот пример как раз призван это иллюстрировать. Вот перед вами две возможности. В хаске или вообще в клине и в других ленивых языках у нас используется ленивая стратегия. Мы берем и сокращаем самый левый внешний редекс. То есть как только нашли бета-редекс, так начинаем его сокращать. Ну он может быть и не бета, неважно. То есть когда мы разбираем синтаксическое дерево нашей программы, то дойдя до первого редекса, мы тут же его вычисляем. Ну и вот процедура вычисления в хаскеле выглядит так. Сокращаем лямбду, не вычисляя 4 плюс 6, подставляем 4 плюс 6 вместо у. Ну а дальше запускаем обычные арифметические вычисления, уже вычисляем 4 плюс 6, ну и так далее. Получаем результат 23. В результатах языках семейства ML используют так называемую энергичную стратегию. Энергичная стратегия заключается в том, что если мы нашли лямбда-абстракцию, мы смотрим на, ну вот, нашли бета-редекс, точнее говоря, мы смотрим на правый аппликант. Если это значение, то тогда мы выполняем бета-редукцию. А если в правом аппликанте, в данном случае 4 плюс 6, могут быть выполнены какие-то вычисления, мы должны их выполнить. Мы должны сначала аргумент довести до значения, а потом уже вызвать функцию на этом аргументе. Это такая стандартная для большинства императивных языков стратегия. Ну вот, в языках семейства ML тоже используется эта самая энергичная стратегия. То есть сначала 4 прибавляется к 6, а потом уже выполняется сокращение этого редекса. Ну а потом уже бета-редекс сокращается, и мы получаем некоторые результаты, тот же самый, который был в предыдущем случае. Ну, вроде как это должно быть всегда так. На самом деле мы увидим потом, что тут есть некоторые тонкости, когда мы будем специально изучать лямбда-исчисления в течение двух с половиной лекций, как раз для того, чтобы разобраться со всеми тонкостями и нюансами, которые здесь могут возникнуть. Потому что на самом деле ответ на вопрос, а всегда ли разные стратегии приводят к тому и тому же результату, он не очень тривиальный, и там есть некоторый набор подводных камней. Ну, наконец, последний пример, который я уже совершенно конспективно пробегусь, потому что у нас со временем есть некоторые ограничения. Это вот пример вычисления факториала. Здесь мы все техники используем, которые у нас были. Мы связываем функцию факториал с некоторой лямбдой, лямбда-н. То есть справа написана некоторая анонимная функция, но эта анонимная функция, если вы посмотрите на ее тело, содержит рекурсию. То есть в самом конце у нас присутствует рекурсивный вызов факториала, правда, на значение n-1. И дальше тело у нас еще содержит конструкцию if-then-else. Ну, я надеюсь, все понимают, как она работает вычислительно. Проверяет n на 0. Если 0, то рекурсия у нас терминируется, и получается значение единичка. Если не 0, то у нас происходит рекурсивный вызов, рекурсивная подстановка. Дальше у нас в этом выражении, кстати, никаких редексов нету. Здесь вычислять нечего. Но как только мы факториал применим к какому-то конкретному числу, например, к тройке, то у нас по правилу факториал превратится в бета-редекс. Дальше мы сократим бета-редекс. Ну и дальше все дальнейшие вычисления ленивого вычислителя описаны здесь. Последовательные шаги. Ну, шагов там довольно много, но тем не менее все интересные шаги здесь расписаны. Пожалуйста, самостоятельно разберитесь с этим примером, подумайте, подумайте, как это все работает и почему принимаются именно такие решения, а не другие. Нам еще нужно обсудить, каким образом мы могли бы кодировать работу с функциями нескольких переменных. Ну, давайте построим сначала выражение, которое содержит две переменные. Вот оно перед нами. 2m плюс 3n. Это очень простое выражение. Теперь мы можем это выражение абстрагировать, чтобы сделать из нее функцию. Но поскольку здесь две переменных, то нам нужно абстрагироваться два раза по этим переменным. У нас, кстати говоря, есть два возможных порядка, но я здесь выбрал один из этих порядков. Нам нужно ввести термины, которые мы потом еще формально официально введем. Смотрите, после того, как мы абстрагировались по n, у нас возникла некоторая асимметрия. Переменная n у нас становится связанной, говорят, лямбда абстракция связывает до то ли свободную переменную n. В исходном выражении у нас обе переменные свободны, они никуда не ссылаются, они как бы глобально определены. Когда мы пишем лямбда абстракцию, мы как бы говорим, что нет, n это локальный аргумент вот этой функции, которую мы сейчас определяем, а m пока это глобальная переменная, непонятно где определенная на глобальном уровне. Теперь, продолжая эту абстракцию, мы замыкаем окончательно это выражение, оно не содержит свободных переменных, все переменные у нас связаны, ну вот, мы получили некоторое замкнутое выражение, его вычислительное поведение полностью определяется теми аргументами, которые мы туда передадим. Никакой внешний инструмент не может повлиять на эти вычисления, мы общаемся с этим выражением только через его аргументы. Каким образом мы аргументы передаем в это выражение? Поскольку мы абстрагировались последовательно, то и аргументы мы тоже передаем последовательно. То есть, вот мы берем нашу абстракцию, для того, чтобы ее вычислить до значения, очевидно, туда нужно передать что-то вместо m и что-то вместо n. Выражение, которое у меня там на синем фоне присутствует, как раз содержит две последовательные передачи. Сначала мы это выражение применяем к числу 15, подразумевая, что, конечно, оно будет подставляться вместо внешней лямбды, то есть вместо m. А потом результат этого выражения, которое, очевидно, будет лямбдой. Ну, действительно, если мы сократим внутренний редекс первый, который там есть, мы получим выражение лямбда n, стрелочка 2 умножить на 15, вместо m мы подставили 15 плюс 3 умножить на n. И дальше мы это выражение применяем к четверке. Здесь, кстати, тоже есть два редекса, но понятно, что редексы внутри тела лямбда абстракции вычислять не особо имеет смысл, их потом все равно можно будет вычислить. Поэтому мы сокращаем на втором шаге тоже внешний редекс, подставляем четверку вместо n, ну и уже получаем арифметическое выражение, которое вычисляется по стандартным арифметическим правилам. Вот, смотрите, у нас возникли функции нескольких переменных, просто последовательная абстракция по разным переменным, и мы в эти функции передаем аргументы последовательно, по шагам. Мы не передаем, как в императивных языках, сразу целый кортеж аргументов, там 2, 3, 4 аргумента, заключенные в скоп. Вместо этого мы по очереди передаем аргументы, и они по очереди поглощаются с соответствующими лямбдами. Такие функции, в которых мы можем легко разделить передачу аргументов, они называются корированными. Ну, а внутренний редекс как раз иллюстрирует частичное применение этой самой корированной функции, такой термин тоже есть, частичное применение. То есть функция двух аргументов у нас, m и n, применяется к одному аргументу, это нормальный процесс, в результате просто получается функция одного аргумента. Если бы мы применяли его к одному аргументу, все нормально, мы сконструировали функцию меньшего числа аргументов. То есть такая последовательная передача позволяет разделить во времени и пространстве передачу функции части аргументов от передачи оставшейся части. Это вполне нормальный инструмент в функциональном программе. вот на этом мы с вами почти завершаем, почти завершаем нашу первую часть. Здесь описаны некоторые такие сильные стороны функционального программирования по сравнению с императивными. Я уже не буду на этом останавливаться за неимением времени. Потом, по ходу дела, мы все это обсудим с вами в процессе знакомства более подробно с функциональными языками. На этом вводная часть у нас завершается. И теперь мы видим, что нам хорошо бы понять, как вот эти вычисления с лямбдами у нас вообще происходит, что это такое. Мы видим, что в принципе все функции, которые мы определяем у нас, мы можем определить через лямбда-абстракцию и дальше через связывание имени. Поэтому лямбда-исчисление для нас весьма и весьма важный движок вычислительный. И мы сейчас про этот вычислительный движок поговорим. При этом мы поговорим про так называемое чистое лямбда-исчисление. Чистое лямбда-исчисление, оно отличается тем, что у нас помимо этого вычислительного движка в нем ничего практически больше и нет. То есть, посмотрите, здесь у нас были некоторые внешние операции, которые я просто ввел, чтобы проиллюстрировать, как вообще вычисление происходит. Сложение, умножение у нас было вот здесь. Дальше некоторые константы 2 и 3, которые мы интерпретируем специальным образом. То есть, мы работали, вообще говоря, с натуральными числами. В чистом лямбда-исчислении ничего этого нет. Чистые лямбда-термы устроены следующим образом. Вот перед нами определение. У нас, во-первых, есть бесконечное множество переменных, которые мы пишем в нижнем регистре. И дальше мы говорим, что любая переменная это лямбда-терм. То есть, если x принадлежит множеству переменных, то он принадлежит лямбда-большому. Дальше, если у нас есть m и n 2 лямбда-терма, в верхнем регистре мы будем использовать так называемые мета-переменные, то их аппликация это тоже лямбда-терм. Мы просто приписываем 2 лямбда-терма подряд друг к другу. Это лямбда-терм. Это как раз вот та самая аннотация применения, которая у нас уже была. Здесь термы, здесь термы. Мы их можем написать рядом через пробел и получить тоже лямбда-терм. Ну и, наконец, третья строчка для вас уже знакома. Если у нас x это переменная, а m это какой-то лямбда-терм, то мы можем приписать лямбда-x к m, абстрагировать m по x, и получившее значение тоже является лямбда-термом. И, как вы видите, здесь у меня стоят скобки для того, чтобы любая группировка была однозначной. То есть любые конструкции с лямбда-термами, отличные от переменных, они обязательно заключаются в скобках, чтобы у нас последовательность была ясна и однозначна. Еще раз, мы нижний регистр используем для конкретных термов, а верхний регистр мы используем для того, чтобы произвольные лямбда-термы описывать. Ну вот перед нами примеры лямбда-термов. Давайте мы поговорим, что здесь используется. Единственное, строительные кирпичики, которые у нас есть, это переменные. Базовых кирпичиков других нет. Нет никаких чисел, никаких операций сложения. Есть только переменные. Поэтому первая строчка здесь говорит нам, что переменные – это лямбда-терм. Вторая строчка говорит, что мы можем устроить аппликацию x к z. Это две допустимых переменных два лямбда-терма. Мы их применяем друг к другу. x стоит на позиции функции, z стоит на позиции аргумент. Но для нас пока это не важно. Мы просто чисто синтаксические конструкции обучаемся делать. И круглые скобки обязательны. Поэтому заключаем это круглые скобки. Дальше мы эту штуку абстрагируем по x. Мы использовали все три правила, кстати, построения лямбда-термов. И слово «индуктивно» как раз и означает, что у нас есть базовый случай. Это переменные. И есть способы, имея уже в наличии какие-то термы, строить из них более сложные термы. Это аппликация и абстракция. Вот мы всех этих применили. Следующий шаг, четвертый, это аппликация. Пятый шаг, это опять абстракция. Шестой шаг, это опять аппликация. Ну и, наконец, седьмой шаг, это две последовательные абстракции. Вот мы построили некоторый большой лямбда-терм. Каждый следующий терм содержит предыдущий в качестве подтерма. Ну, я не даю формальное определение. Термин подтерм, в принципе, понятно, что это обозначает. Вот, теперь дальше. Глядя сюда, мы видим, что в конце, что уже какое-то огромное количество скобок у нас возникает. Оно на самом деле лишнее. Есть специальные соглашения об ассоциативности, которые часть этих скобок позволяют убрать. Ну вот, на следующий слайд как раз говорит про эти соглашения. Соображение номер один. Внешние скобки всегда опускаются. Ну, это и так понятно. Они всегда лишние. Все, кроме переменных заключенного в большие скобки, их всегда опускают. Дальше про применение. Говорят, что оно ассоциативно влево. Что это означает? Если у нас написано четыре терма подряд вот таким вот образом, как справа написано во втором пункте, то все эти скобки можно опустить. То есть, применение функции f к трем своим аргументам х большое, у большое, z большое записывается без всяких скобок. Если вы видите цепочку, цепочку лямбда термов, записанную подряд, то это аппликация того, что стоит влево, к какому-то количеству аргументов. То есть, эти скобки, в принципе, можно восстановить. Ну, вот, в общем-то, соглашение такое и есть. И активно используется. Кстати говоря, вот в предыдущем примере, когда мы использовали некоторую абстракцию по m и n, лямбда m, стрелка лямбда n и так далее, мы на самом деле применяли это к двум значениям. 15 и 4, заключая вот здесь вот скобки, обычно, конечно, такие скобки опускаются, здесь ничего не надо, это функция двух аргументов, примененная к двум аргументам. Следующее соображение про лямбда абстракцию. Лямбда абстракция наоборот. Если у нас есть несколько лямбд подряд, то мы все эти лямбды пишем тоже без всяких скобок. То есть, вот эти скобки можно опустить. Дальше есть договоренность, что тело лямбды простирается вправо настолько, насколько это возможно. Если мы хотим закончить любую лямбду, мы должны заключить ее в круглые скобки. И, наконец, последнее соображение. Если у нас идет несколько лямбд подряд, то мы просто пишем общий абстрактор. То есть, записываем вот так вот. Лямбда МН. То есть, понятие абстрактора – это просто область, где мы перечисляем в некотором, естественно, важном порядке список. Функции нескольких аргументов перечисляются. Имена этих аргументов формальные. Вот так вот подряд. Ну и, соответственно, вот теперь мы видим, что вместо М будет подставлено 15, вместо Н будет подставлено 4. Вот такая запись. Конечно, гораздо более компактная. И понятно, что она однозначная. Вот. С помощью этих соглашений мы примеры с предыдущих слайдах можем переписать в гораздо более читабельном виде. Единственное, где нам скобки по большому счету нужны – это там, где мы хотим ограничить лямбда-абстракцию. Вот у меня только в четвертом примере возникают какие-то необходимые скобки. Я беру лямбду из третьего примера, в котором скобки не нужны. И поскольку я хочу применить ее к Y, а не засунуть Y в тело этой лямбды, я должен поставить скобки. Ну, дальнейшие примеры, они там показывают, мы абстрагируемся по Y, дальше применяем результат W, и абстрагируемся по двум переменам ZW. Теперь следующее понятие, которое мы уже ввели, но которое мы на примерах из первого нашего раздела, мы вводим операцию бета-редукции. Операция бета-редукции, вот она перед нами. Мы говорим, что если у нас имеется бета-редекс, то есть терм, который представляет собой слева лямбда-абстракцию, примененную к чему-то, то мы можем выполнять вычислительную операцию, вычислительное действие, которое определено в терминах подстановки. Подстановка записывается вот таким вот образом. Это не часть синтаксиса лямбда-исчисления, это просто некоторая внешняя операция, которую умеет делать вычислитель. На самом деле есть некоторые нюансы, связанные с понятием подстановки, мы ее точно определим чуть позже, но пока мы интуитивно понимаем, что такое подстановка. У нас были примеры, несколько примеров, поэтому пока мы понятие подстановки понимаем на интуитивный уровень. Ну, вроде все остальное на этом слайде мы обсудили. Конструкция вот такая вот зовется бета-редексом, который стоит в левой части этого правила. Шаг вычисления по этому правилу называется сокращением этого редекса. И, собственно, все. На этом наше описание лямбда-исчисления заканчивается. Это дико простая вычислительная система, которая содержит вот ровно то, что я сейчас рассказал, и ничего больше. Есть переменные применения и абстракции, конструируют нам некоторое выражение. Лямбда-терм, как еще иногда их называют. Ну, то есть мы говорили изначально про выражение, теперь мы говорим термы. А дальше над термами, ежели в них есть редексы, мы можем выполнять редукцию. И делаем эту редукцию до тех пор, пока в термах остаются редексы. Вот, теперь понятийный аппарат, который у нас есть, это связан с тем, что переменные, которые у нас имеются, делятся на две большие группы. Свободные и связанные. Мы про это уже говорили. Давайте мы еще раз об этом поговорим. Смотрите, у нас есть выражение некоторое перед нами, лямбда-выражение. И в нем есть переменные, как свободные, так и связанные. Нужно уметь их выделять, потому что это важно. У нас переменная w, как вы видите, связана, переменная внутренним абстрактором, переменная y связана во внешнем абстракторе. Эти абстракторы не могут быть объединены, потому что у них не одинаковые тела. То есть вот такое действие нельзя совершить. А переменные z и x здесь свободные, то есть они никакие абстракторы не ссылаются. Связывание переменной ограничивает ее область видимости телом этой лямбды. Но раз у нас область видимости ограничена телом этой лямбды, раз y виден только внутри тела этой лямбды, значит использование переменной y снаружи этой лямбды, а такое можно, потому что у нас никаких запретов на конструктирование нет, означает, что мы повторно используем переменную. То есть два y внутри и снаружи, они разные. Вот у меня пример внизу как раз иллюстрирует. Я w и y заменил на x, и у меня получилось, что переменная x присутствует здесь, но она присутствует здесь в трех ипостасях. У меня есть зелененький x, который связан во внутренней лямбде, ничего общего он не имеет с красненьким x, который связан во внешней лямбде. И, наконец, старый x, который у меня раньше был, это свободный x, то есть переменная x в этом выражении, свободная и дважды связанная. Свободная переменная может быть только 0 или 1 раз, а связанная она может быть сколько угодно раз внутри тела нашей лямбда-абстракции. Ну хорошо, ладно, нам потом потребуется еще это понятие. Следующий слайд дает просто формальное индуктивное определение понятия свободных и связанных переменных. Free variables fv это функция, которая берет лямбда-терм и возвращает нам множество свободных переменных. А bv bound variables наоборот берет лямбда-терм и возвращает нам множество связанных переменных этого терма. Ну вот, поскольку у нас наши лямбда-термы определены индуктивны, то функции определены рекурсивно. На самом деле это фактически функция на языке Haskell, ну на таком псевдо-Haskell у нас терма это либо переменная, либо аппликация, либо абстракция. Мы перебираем три возможных случаи и в правой части пишем, что для каждого из этих случаев, как мы конструируем наше множество. В первом случае это терминирующее условие, а справа у нас рекурсивный вызов функции fv. То есть это нормальная функциональная программа, написанная на некотором абстрактном функциональном языке, она ложится на Haskell один в один. Почему я об этом говорю? Потому что у вас будет лабораторная работа соответствующая, вы будете ровно эту функцию имплементировать, вам это потребуется. Поэтому мы видим, что такое математическое определение индуктивно, какого-то свойства индуктивно определенного объекта на самом деле может быть легко запрограммировано с помощью рекурсии. Хорошо, ладно, с этим слайдом мы разобрались, он полезен. Теперь следующий слайд, который говорит нам о том, что же такое замкнутые термы. А это понятие, которое мы уже вводили, помните, мы говорили, что это терм замкнут, потому что в нем не осталось свободных переменных. Ну вот точно это здесь написано. m это замкнутый терм, если в нем нет свободных переменных. А еще замкнутые термы называются комбинаторами. Чем хороши комбинаторы? Тем, что их вычислительное поведение полностью определяется их внутренностями. Опять же, единственный способ взаимодействовать с внешним миром для замкнутых термов, это применять этот терм к чему-то. Ну и у нас есть набор так называемых классических комбинаторов, которые мы сейчас поучимся использовать в процессе вычислений. Что это за классические комбинаторы? Самый простой комбинатор, самый простой замкнутый терм, это терм, который зовется i, от английского слова identity, это функция, которая работает очень простым образом. Действительно, если мы эту функцию применим к чему угодно, к любому терму m, помните, мы договорились с большими буквами писать произвольные термы, то что произойдет? Произойдет сокращение этого бета-редекса. По бета-правилу у нас вместо х, m подставится вместо х сюда, и мы получим m. То есть это функция, которая не меняет своего аргумента, она возвращает аргумент неизменным. Что туда передали, то она и вернула. Вот, это такой простой комбинатор. Следующий комбинатор омега большое, который, как вы видите, принимает свой аргумент и применяет, омега маленькая, конечно, берет свой аргумент и применяет сам к себе. Как омега маленькая у нас используется? Ну вот, например, давайте посмотрим на терм, который зовется омега большое. Он определен так. Это омега маленькая, примененная к омега маленького. Я это распишу, потому что именованные комбинаторы, ну на самом деле, как вы помните, это все не что иное. Мы здесь что пишем? Мы пишем некоторые вычислительные правила, правда ведь? Мы говорили, что в функциональном программировании это так. У нас первый шаг – это просто превращение i в лямбду. То есть вот если я напишу i, примененное к му, то вот это первый шаг. Мы пользуемся i как вычислительным правилом, редуцируем. А здесь дальше мы пользуемся бета как вычислительным правилом. Ну вот здесь вот омега я дважды пользуюсь вычислительным правилом. Омега маленькая, получаю вот такую вот штуку. А дальше, дальше, вот дальше я могу воспользоваться бета-правилом. Посмотрите, это бета-редекс, здесь у меня функция одного аргумента, здесь у меня некоторый терм. Что я должен сделать? Я должен взять этот терм и подставить его вместо х в тело, и х отбросить. В итоге получится, что я дважды подставил этот терм вместо х сюда и сюда. И что получится? Вместо этого икса я подставляю этот терм, получаю лямбда dx.xx Вместо этого икса я подставляю тот же самый терм, получаю лямбда dx.xx Это была бета-редукция. Вообще бета-редукция у нас обычно сокращает редексы. Мы видели, что что-то происходит. Но здесь этот терм устроен таким хитрым образом, что если вы внимательно посмотрите на то, что произошло, вы увидите, что ничего не произошло. Все увидели, что ничего не произошло. Вроде бы что-то произошло, а ничего не изменилось. Мы сократили редекс, честно постарались, поработали, а результат тот же самый. Ну ясно, что у нас опять возник тот же самый редекс, и мы опять сталкиваемся с ситуацией расходимости. Но здесь мы уже никакой явной рекурсии не устраивали, просто написали выражение, которое само по себе при вычислении подвешивает наш вычислитель. Вот такое тоже бывает. Это интересное вычислительное свойство. Ну хорошо, ладно. Это были функции одной переменной. Ясно, что функции одной переменной замкнутые, ну что мы можем? Если мы написали λx, дальше мы можем как-то только иксы комбинировать. Там, конечно, есть еще некоторые интересные комбинаторы, но бог с ним. Это не очень интересно. Давайте обсудим функции двух переменных. Функции двух переменных две основные, это k и k со звездочкой. Это так называемый канцелятор k, который принимает два аргумента, а дальше делает следующее. Он плюет на свой второй аргумент, а возвращает первый аргумент. То есть k это функция двух аргументов, которая всегда возвращает свой первый аргумент, а второй всегда игнорирует. Ну если вы посмотрите на k со звездочкой, то вы увидите, что k со звездочкой это такая дуальная операция k. Она наоборот свой первый аргумент игнорирует, а второй аргумент использует. Ну ладно, следующий комбинатор c. Вот здесь вот этот комбинатор уже, в которого в теле лямбда-абстракции присутствует аппликация. А, ну у нас такое было в омеге, но вот здесь присутствует аппликация уже функции двух переменных. Смотрите, c как устроен. c устроен следующим образом. У нас есть лямбда f x y, то есть мы передаем функцию и 2 x y, а дальше что мы делаем? Мы берем функцию f, которую мы туда передали, и применяем к двум своим аргументам, но в обратном порядке. То есть это функция, которая переставляет местами аргументы некоторые функции. То есть если f у нас было бы, например, вычитание, а это были два числа, то результат применения c к вычитанию и двум числам – это вычитание двух чисел, но наоборот. То есть результат вызова f на x y, вычитание на x y, результат вызова c – f. Это две разных результаты. То есть вот если у нас есть функция минус, которая вычитает числа, то минус дает нам какой-то результат, а c, примененный к минус – это функция двух аргументов. Посмотрите, у нас частичное применение происходит, которое дает результат ровно наоборот. Ну, если вам сейчас не очень легко понять, что тут происходит, не переживайте, к этому вы привыкнете по ходу дела. Коротко опишу два остальных комбинатора. Это все очень важные комбинаторы, они у нас будут встречаться неоднократно. Следующий комбинатор – это просто называется композитор. Это комбинатор, который описывает композицию двух функций f и g. То есть это, как вы видите, b – это функция трех переменных. Если применить ее к двум аргументам f и g, то у нас останется вот такая штука – λx, какой-то f и какой-то g, примененный к x. Ну, а это не что иное, как композиция двух функций f и g. Если вы туда передадите x, то вернется результат последовательного применения. То есть поэтому это в точности композиция комбинатор b двух функций f и g. Ну и, наконец, последний комбинатор – комбинатор s. Он очень похож на предыдущий, но отличие какое? Вот здесь вот еще нам передается x. Комбинатор s очень важен в теоретическом плане. Он позволяет нам передать некоторый аргумент в два вычисления. То есть взять один аргумент и отправить его в вычисление g и вычисление f. Ну ладно, с комбинаторами более-менее познакомились. Следующее, что мы должны с вами изучить, это, конечно, вот это вот очень важное соображение, касающееся связанных переменных. Смотрите, у нас есть комбинатор i, у которого есть вот такое вот вычислительное поведение. Он берет и возвращает то, что мы туда передали. Если бы я записал комбинатор i не в терминах переменной x, а если бы я записал его вот так, вот λy.y. Ясно, что на самом деле ничего бы не поменялось. Вычислительное поведение осталось ровно тем же самым. Это некоторое общее важное соображение, очень заключающееся в том, что имена связанных переменных не важны. Их можно безболезненно переименовывать, ну почти безболезненно, потому что мы можем, правильные слова такие, мы можем менять имя переменной на какое-то другое, которое нигде у нас в программе не использовалось. То есть выбрать какое-то свежее имя, поскольку мы сказали, что переменных у нас бесконечно много, то это всегда можно сделать. И заменить x, любое имя связанное переменной, на вот это самое свежее имя, которое нигде не использовалось. То есть мы можем записывать любые комбинаторы в терминах любых переменных, которые нам хочется, это все равно будет один и тот же комбинатор. Понятно, что на вычислительные свойства имена связанных переменных не влияют. Имена свободных переменных мы таким образом менять не можем, потому что свободная переменная, что это означает? Это означает, что она ссылается на какой-то внешний контекст, про который мы ничего не знаем. Возможно, где-то она связана, но, возможно, она какую-то специальную роль играет. Поэтому имена свободных переменных, когда мы меняем, мы меняем наше выражение, оно становится другим. Имена связанных переменных можно безболезненно переименовывать. А термы, которые отличаются именами связанных переменных, называются альфаэквивалентными. То есть у нас есть вот бета преобразование, бета равенство, а есть некоторое равенство альфа, мы об этом чуть позже поговорим. Ну и, наконец, комбинаторы можно определять как примитивы. То есть мы как бы можем, имя комбинатора на самом деле, это некоторый вычислительный примитив, мы можем его определять вот таким вот образом. Но есть альтернативный синтаксис, который обычно в функциональных языках используется. Вместо того, чтобы писать вот так, мы просто пишем. И что это такое? Это функция, которая... И вот здесь мы указываем формальный аргумент этой функции, а справа мы пишем тело. То есть это просто два способа записать одно и то же. Это так называемый комбинаторный стиль, это лямбда-стиль определения функций, а это комбинаторный стиль. Можно пользоваться таким и таким, мы пока будем таким пользоваться, потому что мы лямбда-исчисления изучаем. Но обычно в функциональных языках все определяется вот таким вот образом. То есть у нас есть некоторые вычислительные правила, мы их определяем, мы можем определить некоторый набор стандартных комбинаторов, а дальше записывать все на языке комбинаторов полностью. То есть мы можем отказаться вообще от лямбда-исчисления, сказать, вот у нас есть, например, 4 таких комбинатора, которые перед нами написаны. И мы можем просто теперь вычисления делать с помощью обычной подстановки. Вот там написано некоторое вычисление. Омега-и. Ага, в голове стоит омега, поэтому сокращаем. По правилу омега подставляем. Вместо омега, то, что написано справа, вместо х подставляем и получаем вместо х, примененный к х и примененный к ки. Дальше теперь в голове у нас в головной позиции находится и смотрим на правила и сокращаем, получаем и все, пришли к результату. Вот, то есть набор комбинаторов, набор комбинаторов, дает некоторый базис. Вот сейчас мы работали так неформально в базисе из 4 комбинаторов, которые здесь выписали явно. Ну, нам всего 2 понадобилось на самом деле, так что работали мы в базисе из 2 комбинаторов. Но на самом деле оказывается удивительная вещь. Если мы выберем в качестве базиса, например, пару s и k, всего 2 комбинатора, мы получим исчисление, которое по мощности эквивалентно всему лямбда-исчислению. А лямбда-исчисление, скажу уж вам, по мощности эквивалентно машине Тьюринга. То есть в лямбда-исчислении можно выразить любую вычислимую функцию. И, соответственно, для комбинаторов в s и k базисе можно выразить любую вычислимую функцию. А вы как скажете, а как через s и k выразить i? Это будет частью вашего домашнего задания. Да? Я слышал, был какой-то вопрос. Такой вопрос. В терминах теории множества. Да-да, в терминах теории множества. Какая мощность? Я вообще не очень понимаю вопроса, потому что я, когда мы говорим про мощность языка программирования, мы имеем в виду как раз это не мощности в смысле количества функций. Нет, ну, в смысле теории множества, мы как бы понятно, что число алгоритмов счетно. И то, что может быть закодировано на машине Тьюринга, и то, что может быть здесь сделано, ну, просто потому что любой алгоритм – это строка. А число строк счетно в конечном алфавите. Ну, даже в счетном алфавите число строк счетно. Поэтому ответ – мощность счетная, но это, в общем, здесь идея в том, что мы как раз слово «мощность» немножко в другом смысле используем. Окей, хорошо. И, наконец, мы переходим к последней из наших сегодняшних тем. Так, я, пожалуй, постираю все здесь. Постираю. Последняя наша тема. Мы сейчас ввели отношение, которое зовется… Да. А вот насчет базиса. Да. Правда ли, что мы теперь, избавляя стеклянды, сказали, что мы можем использовать только этот базис и это эквивалентно исходному лямбдоисчислению? Да, там нужны очень тонкие слова проговорить, там есть пара тонкостей, но, в общем, да. То есть любую вычислимую функцию мы можем выразить через S, как последовательность S, как кашек со скобочками. Да, я ответил на ваш вопрос. Ну, будем считать, что ответил, потому что, в общем, вроде как то, что я услышал, оно… Да. Ну, вот, например, хорошо, в вашем домашнем задании вам будет сказано, докажите, что И может быть выражено в этом базисе вот таким вот образом. И это S, как А. Ну, вы должны применить эти вычислительные правила и действительно обнаружить, что в результате получится И. Ну, некоторая задачка, она будет у вас, конечно, на лямбдоисчислении, но, в принципе, вот, вы видите, что, имея такой базис, мы можем выразить И, и, как бы, дальше всякие другие вычислимые функции. Мы на практике как раз научимся в лямбдоисчислении выражать очень многое, числа, булевы значения, то есть наш практик сегодняшний называется лямбдоисчисление, как язык программирования. Мы на основе лямбдоисчисления сконструируем полноценный язык программирования. Ничего больше у нас нет, чистая лямбда, а мы введем и сложение, и умножение, и черти в стопе. То есть делаем действительно полноценную вычислительную систему на основе лямбды. Ну, а то, что лямбдоисчисление эквивалентно комбинаторной логике, ну, скажем, в СК-базисе, это тоже доказывается. Ну, у нас, поскольку у нас не математический курс, то я этого делать не буду, но доказательства может в любом учебнике обнаружить, ну, скажем, Хиндли Селден, прекрасный учебник, в котором параллельно излагается и лямбдоисчисление, и комбинаторная логика с обращением внимания на все нюансы и тонкости. Хиндли вообще этим отличается. Вот, да. Так, все-таки давайте мы перейдем к вот чему. Мы сейчас сказали, что у нас вычислительная модель такая, что у нас очень легко говорить о равенстве некоторых выражений, о равенстве некоторых программ. Обратите внимание, что у нас равенство возникает вообще совершенно естественно. Мы делаем какие-то эквивалентные преобразования, мы говорим, заменим это на это, получим что-то другое, потом еще раз заменим, получим что-то другое. То есть у нас возникает некоторая цепочка, на которую мы вполне можем глядеть как на цепочку равенств. В конце концов, когда вы в школе считаете вот такие вот выражения, 2 плюс 3 умножить на 4, например, вы здесь просто используете значок равно, и вас совершенно не пугает. 2 плюс 12 равно 14, если я нигде не ошибся. То есть это равные вещи. Но теперь смотрите, как здорово. А мы теперь здесь, у нас стоят программы, и мы можем что? Легко выписывать равенство программы? Да, мы можем легко выписывать, можем доказывать эквивалентность, мы можем преобразовывать программу, бац-бац-бац, получили что-то другое. Если то, что другое более эффективно, например, за меньшее число шагов, редуцированность, мы говорим, оптимизатор высокого уровня у нас есть. Была некоторая программа, получили некоторую программу, которая быстрее работает чудесно, причем доказуемо получили эквивалентность. Она просто, если мы пользуемся нашими вычислительными правилами, то эквивалентность мы получаем даром. Это очень сильное свойство функционального программирования. Поэтому давайте мы про эту эквивалентность поговорим аккуратно в математических техниках. У нас осталась одна проблема. Правила бета-то мы ввели, но там была некоторая подстановка. С подстановкой есть некоторые нюансы, которые мы должны очень аккуратно проговорить. Для вас это довольно важно, потому что вы будете писать лямбда-калькулятор все в качестве вашей одной из важных лабораторных работ на практике. И... То есть лямбда-вычислитель, про который мы здесь говорим. И вот все те нюансы, которые здесь есть, вам придется учитывать. Поэтому давайте мы пообсуждаем. Ну, что такое подстановка? Вот у нас есть некоторое такое простое представление о том, что значит подставить. Ну вот смотрите, у нас написана некоторая подстановка. Соображение номер один, которое явно не проговаривалось. Ага, у нас в терме могут быть свободные вхождения одной и той же переменной и одновременно связанные вхождения той же самой переменной. Вот у нас в первом терме, который там есть, х у нас одновременно. Синенький х у нас связанный, а красненький х свободный. Ясно из интуитивных соображений, что синенький х, он... Это деталь реализации. В вычислительной точке зрения синенький х мы могли бы поменять на какой-то z. Не на z, z нехорошо, а на какой-то w. Вычислительное должно быть одно и то же. То есть первое соображение, которое касается подстановки. Подстановка выполняется только вместо свободных вхождений некоторой переменной. Ну, это такое разумное соображение. Ну, вот мы сделали вроде эту подстановку, которая там написана, вместо двух красненьких х подставили наше выражение. Ну, оставшуюся оставили не за труд. Но есть еще одна гораздо более неприятная проблема, которая на следующем слайде, второй пример, ее иллюстрирует. Посмотрите внимательно. Мы говорим, мы хотим вместо х подставить некоторую переменную у. Причем у, он свободный, красненький. Это какой-то у, который во внешнем мире определен. А в самом лямбда-терме у меня у является переменной, связанной лямбда-абстракцией. И если мы бездумно выполним эту подстановку, то у меня получится выражение лямбда-у, у примененное к у. Но это же не то, чего мы хотели. У нас красный у должен остаться свободным. А синий у – это деталь реализации той функции, которая у меня была справа, в которой мы выполняем подстановку. То есть это, конечно, не то, что бы мы хотели сделать. Это называется variable capture, захват переменной, или коллизия. Это некоторая проблема работы с именованными переменными, к сожалению. Что у нас в некотором переменную, которую мы определяем глобально, где-то внутри какой-то функции, может оказаться локально уже занятой. Мы-то не знаем детали реализации этой функции. Но у нас может возникнуть вот такая вот коллизия. И пользователь этой функции, локального синего у, он, к сожалению, у него есть проблема. Если он хочет обратиться к глобальному красному у, он не может этого сделать, потому что у у него уже занят. К счастью, он может сделать что? Он может свой синий у сказать, ой, я хочу обратиться к глобальному у, а я у себя здесь в реализации написал синенький у. Давайте-ка я этот синенький у переименую, сделаю рефакторинг, говоря таким программистским языком. И это работает. Вот я переименовываю просто это у, у штрих, и вот теперь снизу все хорошо. То есть если у меня возникла коллизия, то что я делаю? Я просто делаю переименование. Ну, следить за этим переименованием глобально, в общем, не очень хорошо. То есть мы, конечно, вот соглашение, есть такое соглашение Барендрек. Да, давайте мы как бы имена связанных переменных будем выбирать из одной кучи, а имена свободных переменных из другой кучи. К сожалению, при вычислении это не очень работает, а мы потом увидим пример, когда это просто, даже если мы изначально все сделали разнообразным, в процессе вычисления у нас, к сожалению, может возникнуть, помните, у нас раздваиваться вычисления могут, то есть одно и то же значение может отправляться у два вычисления. Ну вот из-за того, что у нас одно и то же подставляется у два места, ну давайте я все-таки восстановлю это. Вот у нас был комбинатор S, который устроен так, лямбда F, G, X, F, X, G, X. Вот это вычисление, смотрите, здесь F и G это какие-то функции, неважно какие, а вот X, который здесь был в одном экземпляре и содержал какие-то свободные, какие-то связанные переменные, бац и размножился, он попал сюда и сюда в разные контексты. И вот у меня один и тот же набор переменных стал присутствовать в двух экземплярах, а дальше что-то из этого набора может примениться к чему-то из этого набора в процессе дальнейших редукций. Ну ладно, это такое объяснение, в общем, сильно на пальцах. Давайте мы просто вот это вот переименование внесем в определение подстановки. А как вот F, G, X применяется, если там скобок никаких нет, вот три терма подряд, ну или более чем три? Ну мы с вами вроде говорили, что у нас на самом деле есть некоторая договоренность о скобках, которые отбрасываются. Ну здесь это просто аргументы, то есть это три лямбды подряд, а здесь применение ассоциативного лева, то есть вот так вот скобки восстанавливаются. То есть F применяется к X, а потом результат применяется. Ж еще раз, если у меня написано M, N, K, L, то на самом деле это интерпретируется вот так вот. Последовательное применение. Пока я договорю, если бы ассоциативность у нас была. Там просто был пример с минусом, когда у нас сначала минус, потом две переменные, мы вроде говорили, что применение минуса идете к, ну, потом меняется порядок с переменами. Да. То есть как будто бы минус применяясь с KDM переменами. Нет, ну минус, ну, смотрите, у меня было минус 5,3 после какого-то количества бета-редукции даст нам долга. Согласны? А С минус 5,3 даст нам минус 2. То есть у нас была функция минус, а появилась функция С минус, которая работает вот ровно так. Она переставляет местами аргументы. То есть она делает то, что делает минус, но аргументы флипнуты. Ну, это верно, на любых аргументах так это работает. Так, а вот минус не должно сначала к пятерке примениться? Да должен, ну, слушайте, это же как бы, ну да, все так и применяется. У нас есть частичное применение. Еще раз, мы можем функции применять частично. У нас минус функция двух аргументов, но мы можем применить его к одному аргументу, к двум аргументам, к нулю аргументов. Это все будут нормальные выражения. Функция С минус, она тоже, она принимает функцию двух аргументов и делает что? Делает новую функцию двух аргументов. То есть вот эта штука берет и преобразует функцию двух аргументов. Какую? Она говорит лямбда икс и y, вот С минус, работает так, минус y и x. Вот что получится после редукции. Ой, я залез за черту, которая мне нельзя залезать. Прошу прощения, просто вы не видите, наверное. У меня доска еще есть, а у вас ее уже нет. Так что минус y и x. Вот так вот. То есть С минус просто вот в это превратится. Ну, слушайте, тут у нас несколько записей для записи для одной цели, для другой цели, поэтому нет. Я буду пользоваться тем, что мне сказали люди, организующие-то все трансляции. В зуме видна, но потом это будет обрезаться, потому что, чтобы в ютубе это лежало, это будет... Спасибо за информацию. Ну вот так, давайте это обсуждать. Понятно вот этот вот или не очень пока? Вот просто С минус – это частично примененная функция, которая за один шаг бета-редукции вот в это превратится. А здесь ровно это написано. Это новая функция двух аргументов, которая принимает два аргумента и передает их в минус, но с переставленными аргументами. Вот так это работает. Мы на практике потренируемся работать с комбинаторами совсем. Мне, к сожалению, много примеров сейчас разбирать нет времени, потому что мне нужно теорию всякую рассказать. Вот перед нами подстановка. Давайте мы на нее внимательно посмотрим. Смотрите, у нас наш терм определен индуктивно, но поскольку операция сложная, то у нас здесь есть несколько-несколько больше вариантов, чем три. У нас терм либо переменная, либо аппликация, либо абстракция. Если терм переменная, то у нас может быть два случая, потому что подстановка сама по себе осуществляется вместо некоторой переменной. То есть вместо х я подставляю терм n большое, мы его не специфицируем, потому что он просто... Ну, мы описываем, как подстановка происходит, нам внутренняя структура n большого не важна. А вот внутренняя структура m, в которой мы подставляем, для нас как раз важна. Если это переменная, то это либо переменная совпадающая, с тем х, который у меня в подстановке есть. И тогда мы делаем реально подстановку, это первая строчка. Вторая строчка говорит, терм это какая-то переменная у, отличная от х, ну и если мы х заменяем на n, а свободных х тут нету, тут же только у и есть, то результат это у. То есть это вот такой вот базовый случай, когда мы уже дошли до переменных, а мы как раз делаем эту подстановку. Мы опять видим, что это на самом деле некоторое индуктивное определение, которое превратится в рекурсивную функцию, когда мы будем это реализовывать. Дальше подстановка вместо х в n в аппликацию. Ну здесь ничего сложного нет, подставить что-то в аппликацию, это значит выполнить эту подстановку в левом аппликанде, и выполнить подстановку в правом аппликанде. То есть мы рекурсивно вызываем функцию substitute на левом аппликанде, на правом аппликанде, а дальше результаты этих подстановок в правой части применяем друг к другу. Ну и, наконец, самая сложная часть, когда мы выполняем последний блок инструкции, когда мы выполняем подстановку вместо х, подставляем n в терм, который представляет собой лямбда-абстракцию. Здесь у нас может быть два случая. Либо это лямбда-абстракция по той же самой переменной х, но тогда справа, в том месте, где мы выполняем подстановку, свободных х гарантированно нет. В p могут быть свободные х, но они все связаны лямбда-абстракцией по х. Поэтому в этом случае мы ничего делать не должны, свободных переменных нет, поэтому терм остается неизменным. Я всегда на лекции предупреждаю, но впустую. Подстановку, еще раз повторяю, можно выполнить всегда. Не надо говорить, что здесь подстановку выполнить нельзя. Подстановку выполнить можно, но она ничего не меняет. Терм останется неизменным, потому что свободных вхождений х в тот терм, в который мы подставляем, нет. Ну, теперь два последних случая, когда мы подставляем вместо х, а лямбда по другой переменной, по у. И в этом случае у нас как раз первый случай. Это такой общий случай, когда мы делаем подстановку в тело этой лямбды вместо х, ну, а абстрактор вытаскиваем наружу. Но это может привести к захвату переменной, к коллизии. Поэтому требование, которое там написано в правой части, говорит нам что? Что у, переменная, по которой у нас имеется лямбда-абстракция, не должна быть свободной вене. Потому что иначе та свободная вене переменная вене большая, она будет захвачена вот этой вот лямбда-игрик, которая здесь присутствует в правой части. Поэтому, если она не свободна вене, все это можно сделать. А если проверка, касающаяся переменной у, показывает, что такая свободная переменная у есть, ну, мы на самом деле обсудили, что делать на прошлом слайде. Говорится, о, давайте у нас справа у связанная, а связанные переменные можно переименовывать. Давайте выберем свежую переменную z. Там в самом низу написано ограничение на z. Она нигде не должна входить свободной, ни в n большое, ни в p большое. Выберем такую свежую переменную z и заменим y на z. Ну, во-первых, в лямбда-абстракторе. И, во-вторых, в теле p, прежде чем туда выполнять подстановку вместо x, выполним ту же самую замену y, заменим на z. Тогда у меня уже в p не будет y, и мы можем безболезненно этот y, который в n подставляет туда, захват переменной не будет. То есть вот это аккуратное выполнение подстановки. Естественно, что, когда вы будете кодировать все это, вы должны все это учесть. Теперь вообще, посмотрите, у нас появилась ситуация здесь, в последнем примере, когда имеются две последовательные подстановки. Ну, правда, вторая подстановка здесь такая немножко бедная. Переменная вместо переменная, а не терм вместо переменной. Но, тем не менее, давайте поговорим про подстановки. На самом деле подстановки не коммутируют. То есть две последовательные подстановки нельзя переставлять. Но можно протаскивать одну подстановку через другую. Вот, посмотрите, у нас лемма подстановки говорит следующее. При некоторых условиях, которые здесь обсуждены, мы можем взять, и у нас написано в левой части, что терм m есть, потом мы вместо x делаем подстановку какого-то терма, и потом в результате вместо y делаем какую-то подстановку другую. Если мы хотим вытащить x наружу, то есть переставить эти подстановки, то при протаскивании этой подстановки мы должны еще во внешней подстановке сделать замену. То есть в n мы должны все вхождения y заменить на l. То есть вот, когда мы вытаскиваем x, поставить n наружу, мы при этом протаскивание должны выполнить еще дополнительную операцию. Вот такую вот. Эт лемма можно доказать, более того, это несложно доказать. Вот, но оно, эта лемма содержит довольно большое количество индуктивных подслучиев. У нас предыдущие, в определении подстановки, посмотрите, как размножилось, из трех стало шесть подслучиев. Здесь вроде как 12 разных подслучиев мы должны разобрать, потому что здесь две подстановки еще у нас происходят. И в каждом из этих подслучиев действительно проверить, что все это выполняется. Это довольно нудное занятие. Более того, вообще всякие доказательства про языки программирования, они, в отличие от математики, обычно очень длинные и очень нудные. Ну, вы представляете, что когда вы работаете с каким-то математическим объектом, и что-то доказываете про какую-то математику, про группу, например, как выглядит определение группы? Ну, это там четыре строчки. То есть там некоторое количество утверждений. Аксиомы группы, ну и там скинатура группы в абстрактной алгебре. Если вы возьмете, откроете какое-то описание, даже полностью формализованное языка программирования, не четыре строчки, а 200 страниц. Даже если это все формализовано, это огромный фолиант. И, соответственно, доказывать что-то руками – это очень сложно. Доказательства в большинстве случаев очень простые, но они фактически про языки программирования что-то руками доказывать очень сложно. Поэтому люди, которые работают с языками программирования, они очень любят автоматические средства доказательства теорем, вообще всякие пруверы. Математики их не очень любят, а вот люди, занимающие исследованием языков программирования, очень любят всякие пруверы, теорем-пруверы. Более того, большинство современных теорем-пруверов, они как раз основаны на типизированных функциональных языках. Поэтому если вы хотите работать в области верификации по современной, то вам стоит обратить внимание на курс функционального программирования. Это немножко отвлечение в сторону от нашего магистрального изложения. То есть в принципе лемоподстановки, если кто хочет потренировать свою индуктивную кунг-фу, может взять, попробовать доказать лемоподстановки. Ничего сложного здесь нет. Просто это некоторое длинное рассуждение. В общем, я это оставляю вам на самостоятельный разбор. Я не настаиваю на том, чтобы вы ее доказывали, но в принципе можете этим заняться. Теперь самое главное, что у нас есть, мы теперь описываем, как следует нашу... хотим вести некоторые отношения бета-эквивалентности. Про отношения редукции мы поговорим на следующей лекции нашей, через неделю. А сегодня мы говорим про отношения бета-эквивалентности. Мы хотим говорить про эквивалентность термов, и мы хотим, чтобы базовым... То есть у нас вообще отношение равенства базовое – это отношение, которое обладает тремя свойствами. Мы хотим, чтобы равенство было обязательно рефлексивным, транзитивным и симметричным. Ну, мы подразумеваем, просто когда такой значок пишем, это логические аксиомы и правила, он не там написан. Ну, помимо этого, мы хотим какого-то содержательного равенства, чтобы не только там х равняется х мы могли писать, но могли писать, например, 2 плюс 3 равняется 5. А вот это уже содержательное равенство, нам нужно каким-то образом сказать, почему мы такое можем писать. Вот почему мы можем писать в лямбда исчисление равенства. Вот оно сверху написано. Это основная аксиома для нашего равенства. Ну, точнее говоря, схема аксиом, потому что здесь mn – произвольные лямбда термы. Но, тем не менее, вот это правило бета, которое задает беты отношения бета-эквивалентности. Но правило бета мы хотим, чтобы мы могли писать не только там, что лямбда икс, икс, там, z бета-эквивалентно, чему z. Но мы хотим писать и наоборот, что z бета-эквивалентно лямбда икс, икс, z. Поскольку мы этого хотим писать, мы должны потребовать симметричности. Если мы хотим писать z бета-эквивалентно z, а мы хотим такое писать, правда ведь, поскольку это отношение эквивалентности, мы должны потребовать рефлексивности. Ну, если мы хотим писать длинные цепочки равенств, мы должны потребовать от этого отношения еще транзитивности. То есть, с основной схемой аксиом это вовсе не следует, но раз уж это равенство, то мы просто, как бы, говорим, вот у нас есть эта схема аксиом, и мы делаем, как говорят математики, рефлексивное, транзитивное, симметричное замыкание вот этого самого отношения. То есть, у нас есть бесконечное множество термов. Уберем два терма, когда они бета равны? Во-первых, когда имеется схема аксиом бета, и во-вторых, вот по этим логическим аксиомам и правилам мы можем строить длинные цепочки в разные стороны. Вот. Но этого недостаточно. Почему? Потому что помните у нас, что может быть. У нас может быть ситуация вот такая вот. У нас тут, я могу еще какую-нибудь переменную написать, x, y снаружи я могу написать, а здесь написать yz. И вот так вот, скажем, сделать. Хотим ли мы, чтобы эти два терма были равны? Ну, очевидно, да, говорится, ищется редекс, его сокращаем. Достаточно ли нам того, что написано сверху, первых четырех правил, которые там написаны, основная схема и плюс логические аксиомы правил, чтобы это работало? Нет. Основная схема бета-аксиом говорит нам, что нам, мы хотим уметь сокращать редексы на верхнем уровне. Только редекс на верхнем уровне подчиняется вот этой схеме аксиом. А если мы хотим, чтобы вот эти штуки были равны, мы должны сказать, ага, можно лезть в правый под терм, и если там нашел редекс, мы его можем сократить, и результаты все равно будут равны. Ну вот, правило номер 6 ровно об этом говорит. Аппликант. Имеешь право лезть в правый под терм. Правило номер 5 говорит о том же самом, но только если бы у нас было вот такое вот. Лямбда x, x, z, примененный к y, равняется z, примененный к y. Если мы хотим, чтобы это было бета-равенство, мы должны говорить, ага, залезь в левый аппликант и найди там редекс. На верхнем уровне здесь не от стредекса, здесь аппликация применена к переменной. Вот. Ну, последнее правило говорит, что мы можем в поисках редекса лазить в тело лямбды. И если у нас в теле лямбды есть эквивалентные друг другу термы, то эти лямбды сами по себе бета-эквивалентны. Ну и, собственно, вот теперь, после того, как мы все это написали, все эти правила написали, мы уже можем говорить о некотором полноценном бета-равенстве и спрашивать про разные термы, равны ли они друг другу. И это такое вот... Ежели мы можем, там, с помощью сокращения бета-редексов продемонстрировать, что получается одно и то же, всяких разных, мы говорим, да, они равны. Вот. Мы можем также ввести, помимо бета-эквивалентности, можем ввести альфа-эквивалентность. Вот она перед нами. Это просто слова о том, что мы можем переименовывать связанные переменные. Здесь ровно это написано. Ну и есть, правда, некоторые ограничения. По поводу переменной y, она должна быть свежей. То есть та переменная, которую мы хотим ввести, это свежая переменная. И опять же, это только основная схема, основная аксиома альфа-преобразования. Если мы хотим сделать альфа полноценным отношением эквивалентности, мы должны потребовать, во-первых, выполнение логических аксиома правил для этого равенства, и, во-вторых, совместимость, то есть сказать, что это преобразование мы можем делать не только в головной позиции, но и где-то внутри нашего лямбда-терма, если хотим найти лямбду и переименовать ее. Вот. Так, теперь вот эти слайды я, пожалуй, пропущу, а вот этот вот не пропущу, потому что нам нужно... Нам нужно еще обсудить еще одно интересный способ обеспечить эквивалентность. Есть еще третья эквивалентность, которая зовется эта эквивалентность термов. Что это за эквивалентность такая? Давайте посмотрим. Ну, она там просто описана. Посмотрите внимательно. Если у нас есть некоторый терм m, который не содержит икса, то мы можем применить его к этому иксу, а потом абстрагироваться по этому иксу, получить новый терм. На самом деле этот терм ведет себя вычислительно ровно так же, как и терм m. Они ничем не отличаются. Действительно, давайте применим эту штуку к произвольному терму n. У нас возникает бета-редекс. Мы его сокращаем, и легко понять, что это бета-эквивалентно, чему? m, примененное к m. Вообще говоря, если бы m был произвольный, мы бы должны здесь, внутри m, подставить вместо икса n, но мы сказали специально, что внутри m иксов свободных нет. Поэтому ничего подставлять не надо, равенство именно в таком виде у нас присутствует. То есть мы видим, что наше бета-вычислительное бета-правило не различает эти два терма. Применит что левый терм к произвольному терму, что m непосредственно к произвольному терму, это одно и то же. Ну окей. Можем ли мы убрать здесь n и сказать, что они бета равны? Нет. Почему? Ну потому что это разные термы. Но поскольку эти термы вычислительные эквивалентны, то мы говорим, что вот мы вводим некоторые отношения этой эквивалентности. Посмотрите, что мы сделали на самом деле. Если эти два терма, примененные к любым термам, равны, то мы сказали, давайте уберем точку применения, и получавшиеся термы тоже равны. Это немножко другое равенство, но с вычислительной точки зрения это хорошо. В Хаскеле такое можно будет делать, но это такая оптимизация, которая зовется бесточечным стилем. То есть это такое простое упрощение. Увидеть, что терм имеет такой вид и превратить его в чуть более простой терм. Ой, у меня что-то со слайдами произошло. Ну да бог с ним со слайдами, потому что на самом деле я на этом закругляюсь. Последний слайд, он такой носит теоретический характер немножко, и он для нас не очень интересен. Если какие-то вопросы остались, давайте спрашивайте их. Если вопросов нет, давайте сделаем небольшой минут 5-7 перерыв, и после него... Да, да. Да. Вопрос такой, то есть получается, если мы рассмотрим неупреобразование, альфа-преобразование и бета-преобразование, то никакое одно не выводится через два другие. Да, естественно, это независимая вещь. Если можно было бы выразить, то мы выражаем. То есть они выражают немножко разные аспекты. Бета-преобразование – это действительно реально полноценное вычислительное правило, на котором все вычисления идут. Альфа-преобразование – это некоторый совсем технический момент, связанный с тем, что у нас переменные именованы. Если бы мы делали переменные с помощью указателей, ссылок, вот я пропустил там слайд про индексы Дебрюэна, тогда бы все альфа-эквивалентные термы кодировались бы одинаково. То есть это просто потому, что мы так именуем альфа-преобразование. Это преобразование, оно как раз в теоретическом смысле важно, оно позволяет немножко кое-что оптимизировать, ну чуть-чуть сократить некоторые конструкции. Вместо того, чтобы писать вот так, можно писать вот так, говорится-то одно и то же. Для теории, для доказательства это преобразование важную роль играет. С вычислительной точки зрения, оно очень вспомогательное. Ну, ответ да, это разные вещи, не выражающиеся друг через друг. Чуть погромче еще раз. Просто вот еще, а в реальной, я понимаю, что получается, что альфа-бета, то альфа-бета и это при образовании достаточно для того, чтобы мы могли разбирать все случаи, когда у нас какие-то какие-либо альтерны равны между собой, если только не используют какие-то внешние операции. Слушайте, вообще наука о равенствах это довольно сложная наука. У нас есть равенство, которое зовется identity, что что-то равно самому себе. Вот на числах, например, мы чего можем сказать? Мы можем сказать только, что если у нас только числа есть, то вот только так можно писать, а два разных числа, они друг другу не равны. То есть это тривиальное равенство. Как только у нас возникают какие-то выражения, так между ними можно задавать равенства на основе разных вычислительных процессов. То есть как мы задаем эти равенства? Это, конечно, можно задать другие вычислительные процессы. На самом деле, если говорить совсем с общей теоретической точки зрения, то нет, недостаточно никаких вот этих вот равенств вычислительных, которые бы описали действительно равные функции. То есть равенство функций вообще говоря неразрешимо. То, что две функции равны, мы абстрактно доказать не можем. То есть нет универсального алгоритма, который доказывает равенство двух функций. Но какие-то классы равных функций, естественно, мы можем выделить, и мы это делаем. Да, но ведь какие функции, про которые вот ты сказали вместе с числыми, мы фактически вводим какие-то дополнительные аксиомы про числа и так далее. А я говорю, если мы не вводим какие-то дополнительные аксиомы про аксиомы, а строим функции исключительно помощью вот этих вот комбинаторов, лямбовы, выражений и так далее, тогда вот этих равенств достаточно, Слушайте, ну ответ нет вообще, поскольку эта система лямбда исчисления, она столь же мощная, то есть она имеет максимальную вычислительную мощность, она, Тюринг, полна, говоря таким языком вычислительным, то мы можем доказывать, что вообще две функции, две произвольные функции, которые мы можем закодировать натуральными числами, доказать их эквивалентность в общем случае невозможно. То есть, естественно, недостаточно. Могут быть эквивалентны друг другу функции, то есть две функции, которые работают одинаково, но мы их с помощью бета и это преобразование доказать их равенства не можем. Ну слушайте, ну вы можете написать функцию, которая возвращает вам последовательно значение числа пи. Ну вот вы можете написать две таких функции, они могут совершенно разные алгоритмы использовать. Они ни бета, ни это, ни альфа не эквивалентны, но... То есть, ответ нет, и вообще на этом пути уже давно доказано, что невозможно универсально доказать эквивалентность любых функций достаточно богатой системе. КОНЕЦ